В конце 90-х, в начале 2000-х за футбольный клуб «Шериф» выступал грузинский футболист Давид Муджири. И вот на днях, будучи уже спортивным директором «Самтреди», Давид Муджири встретился с бывшим одноклубником. Сегодня директором футбольного клуба «Шериф» Важей Тархнишвили. Мы не упустили возможность пообщаться с бывшим игроком «Шерифа», которого помнят все терраспольские болельщики. Об интересной игровой карьере Давида Муджири, о его воспоминаниях и чувствах в нашем эксклюзивном интервью. Давид Муджири, добрый день. Во-первых, мы очень рады вас видеть, рады вас приветствовать. Расскажите, пожалуйста, как у вас прошла новая встреча с футбольным клубом «Шериф»? Приветствую всех и, пользуясь случаем, передаю привет болельщикам «Шерифа». Мне очень приятно всегда видеться со старыми друзьями, потому что с «Шерифом» у меня только приятные воспоминания. Мы часто имеем контакт с господином Тархнишвили, мы дружим еще. До «Шерифа» мы дружили, еще долго будем дружить с такими людьми. И вот эта игра, которую сейчас товарищескую игру мы сыграли на тренировочном сборе. Очень приятные воспоминания во мне. И очень приятно было сыграть с командой, где я провел два целых сезона, два года провел. У меня очень приятные воспоминания и спортивные, и человеческие тоже. В пользу случаем передаю привет всем болельщикам Тираспольского клуба, руководству клуба. Я очень рад, что так долго у молдовского футбола и у Тирасполя есть такая команда, которая постоянно играет на Еврокубке. Хороший результат у них есть. И надо, Виктор Анатольевич Кушан очень большой вклад в вообще футболе сделал для Молдовы и для Тирасполя. Так что я передаю ему привет и от своей стороны тоже благодарен ему, что он подарил Тирасполю, конечно, эту команду и, конечно, мне подарил шанс тогда в то время сыграть на Еврокубке, сыграть в команде, вырасти как футболист. И потом уже постепенно я все время прогрессировал. С Молдовы, с Шерифа я пошел в Австрию играть, потом в российский клуб, и потом дальше до Японии сыграл, и в конце карьеры, конечно, я вернулся в Грузию. Хотел так, и сейчас я работаю в грузинском футболе, и надеюсь, что смогу принести какую-нибудь пользующее грузинскому футболу в другом статусе уже. За два года проведения выступления в Шерифе вы стали чемпионом Молдовы, обладателем Кубка Молдовы, лучшим бомбардиром сезона 2000-2001, и забили первый гол Шерифа в Еврокубках. Хорошо помните эти победы? Я хорошо помню, что, конечно, самое приятное было, что мы первый раз с Шерифом стали чемпионом страны, да, конечно. Я очень хорошо помню мой первый гол тоже. Вот то, что вы сейчас мне напомнили, в принципе, получилось, что за два года я много успел. Я даже больше успел, получается, чем я думал. Потому и у меня есть такие хорошие воспоминания от клуба. Я провел два полных сезона, много титулов. И я помню почти каждую игру, которую нам принесли, вот эту победу, мы очень долго шли. Первый сезон мой, к сожалению, нам не удалось стать чемпионом. И второй год уже я со спокойной душой уходил из клуба, потому что мы достигли того, к чему-то стремились. И команда с руководством президента, с нашим капитаном, и все ребята очень много делали. И тренерский состав, и все футболисты дали все, чтобы стать чемпионом в том году. И в 2001 году мы стали чемпионом. И уже потом, и потом Шериф все время поднимается вверх. И достиг того, что уже почти постоянно проходит в Лигу Европы в группу. И очень играет успешно. Так что, конечно, очень приятно было мне забить даже первый гол на Еврокубках клуба. И сейчас на Еврокубке клуб выступает очень хорошо. И, конечно, приятно, когда видишь, что моя фамилия в истории клуба значится еще. Тираспольские болельщики помнят вас как игрока с сумасшедшим ударом. Мне рассказывали, что соперник боялся останется в стенку, когда вы подходили бить штрафную. Это правда? Ну, я не знаю, что соперник делал, но я старался все время дать максимум клубу и профессионально подходить к делу. И очень приятно, что у меня есть какой-то вклад в успехи клуба, в клуба, который вырос, который растет. И еще я пользуюсь случаем желаю успеха клубу, чтобы в следующем году и в этом году даже стать чемпионом и пробиться уже в групповую фазу Лиги чемпионов. Это будет, получается, еще следующий этап. И желаю, что как можно быстрее достичь этого. Мы все этого ждем. Сейчас вы являетесь спортивным директором Сантреди, и вас же, Тархнишили, директор футбольного клуба «Шериф». Летит время, не правда ли? Летит, конечно, но это футбольная жизнь. И в жизни, как мы... Я потом говорил, у меня была конкретная задача для себя, чтобы максимально помочь грузинскому футболу. И когда я заканчивал футбол, последний сезон тоже футбольный, и как футболист я провел за этот грузинский клуб. И потом уже после завершения карьеры я стараюсь внести свой вклад уже в развитие грузинского футбола. Потому что я как грузин, я хочу, чтобы в Грузии футбол развивался, чтобы в Грузии футбол был лучше, чем сегодня. Так что я не буду скрывать. Я хочу, чтобы в Грузии был лучше футбол. И я хочу, чтобы сделать все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие грузинского футбола. Летит, хочется вас поблагодарить еще раз от наших болельщиков за совместную работу и пожелать вам удачи. Всего вам хорошего. Спасибо. И передаю привет, тоже пользуюсь лучшим всем болельщикам. В Террасполе у меня только хорошие воспоминания от клуба, от руководства, от тренерского штаба, от президента клуба. Так что всем, конечно, для футбола главные болельщики. Так что я в первую очередь еще передаю привет им и желаю успеха клубу. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.